Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем нашу беседу. Сегодня мы говорим о женщине, о женском кризисе среднего возраста. У нас в гостях известный психолог Наталья Фанасьевна Цветкова. Перед уходом на рекламу, простите, прозвучал вопрос, у нас был звонок, где девушка рассказывала о своей подруге, да, где она, где подруга развелась со своим прежним мужем и сумела справиться с кризисом чисто внешне, замечательно теперь выглядит, а вот внутренне она считает, что подруга не смогла справиться. И она по-прежнему сравнивает всех своих теперешних мужчин с бывшим мужем. Что это такое, Наталья Фанасьевна, и как с этим можно справиться? Конечно, очень часто встречающийся феномен, потому что первый брак, он, как правило, ведь возникает в результате сильной влюбленности, и поэтому мы долго-долго помним это. Связи очень крепкие, да, и глубокие. Потому что юность сама по себе, это прекрасный, прекрасная пара для любви. И поэтому действительно исследования показывают, что разводы, которые происходят через 10-12 лет после заключения брака, переживаются действительно именно так, что все последующие мужчины сравниваются с тем идеалом, который был найден в юности. Это только у женщин или у мужчин так же действует этот механизм? Ну, всё-таки, понимаете, это зависит от того, кто оставлен. Потому что по вопросу мы поняли, что там мужчина ушёл. Поэтому вот оставленная сторона всегда сравнивает с предыдущим. И у нас здесь женщина, от женщины ушли. И я бы сказала, что по вопросу я бы дала такой совет, что не беспокойтесь о своей подруге. Вот этот период, когда она сравнивает своих новых знакомых мужчин с первым мужем, он уйдёт. Да, на первых этапах, ведь она только что выбралась вообще из кризиса, только что за собой стала следить, вернулась, так сказать, на рынок невест. И стала выглядеть лучше, чем раньше. Да, конечно, это всегда так бывает, кстати. И первое время она будет сравнивать, но этот период не будет очень долгим. Потому что в процессе общения она начнёт открывать какие-то новые черты в своих знакомых. Главное тоже не застрять в этом периоде, наверное. Ну, вы знаете, активные женщины, вы знаете, вот этого феномена застревания, на самом деле мы, практические психологи, не отмечаем. Да, потом, даже когда выходят второй раз замуж, говорят, ну вот у первого мужа вот то-то было лучше. Но это не мешает. Но не сравнивать невозможно, мне кажется. Но не сравнивать невозможно, конечно. На эту же тему масса анекдотов даже существует. Вот, но просто этот период, почему он может немножко продлиться? Потому что, конечно, после того, как брак разрушился, существует страх обмануться второй раз. И поэтому, конечно, с одной стороны, знаете, какие браки самые недолговечные? Вторые. Потому что очень часто вторые браки заключаются слишком поспешно. Я хочу доказать тому, кто меня бросил, что я тоже нужна. Или я хочу заглушить свой страх, что я останусь одна. И поэтому, если подруга нашего респондента, который задает вопрос, отличается разборчивостью, не мешайте ей выбирать. Будьте уверены. Конечно, будьте уверены. Она, как раз уж она вышла на этот рынок, она там свой товар найдет. Ну что ж, пожелаем ей успеха. Безусловно. Итак, перейдем к нашей беседе. С какими же конкретными проблемами приходится сталкиваться женщине в этом возрасте? Я обращаюсь к нашим телезрителям. Дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте задавать нам свои вопросы. Звонок по России бесплатный. Ну, а мы с удовольствием ответим на все ваши проблемные вопросы. Все, что вас интересует. Итак, какие же проблемы, Наталья Фанасьевна? Их можно, условно, разбить на три большие группы. Итак, первая проблема – это, безусловно, физические проблемы. Такое, как то, с чем сталкиваются и мужчины. Но мы говорим, что женщины переживают это сильнее. Изменение внешнего вида, ухудшение памяти, ослабление внимания, потеря вот такой активности, которая присуща юности. В более позднем возрасте – это, так сказать, вот такие предклимактерические явления. Там перестройка гормональной системы. Это такие очевидные, не нам, психологам, это обсуждать. Но просто они очевидны. Да, они очевидны, они влияют тоже. Да, и они, безусловно, влияют. Мы сегодня говорим о психологических аспектах. Вот два огромных блока психологических проблем. Один – это социально-психологический. О том, как женщина зрелого возраста оценивается обществом. К сожалению, обществом, нашим обществом, женщина зрелого возраста, оценивается как неперспективная личность в смысле делания карьеры или освоения новых специальностей. Это очень странно, и на эту тему все просто не одумевают. И что происходит здесь очень непонятно. Потому что если мы откроем, я не знаю, какой-то там журнал, где есть объявления о работе, или газеты, любые объявления по, так сказать, найму, да, мы прочитаем, что требования такие, там, чуть ли не 18 лет, да, длинные ноги, но опыт работы уже должен быть там 2, 3, 5 лет. Вот непонятно, как, или там 20, или там 25 лет. Как в таком возрасте может быть приличный опыт работы? И почему с такой неохотой берут женщин вот в возрасте, не знаю, там, после 35, особенно после 40 лет? Казалось бы, у них дети выросли, на больничных сидеть не надо, опыт накоплен богатейший, да, профессиональный. Ну вот бери, и у тебя будет прекрасная работница. Так ведь? Почему? Что тогда? Казалось бы, так. Но господствует стереотип, что в этом возрасте женщина утрачивает способность к развитию. А сейчас ведь практически любая сфера деятельности требует непрерывного повышения квалификации. И, к сожалению, у нас господствует вот этот абсолютно неправильный стереотип, что женщина, гораздо меньше, чем мужчина, способна к развитию. То есть это стереотип, это неправильный. К профессиональной переподготовке, к профессиональному совершенствованию. Я считаю, что это глубоко ошибочный стереотип. И у нас масса тому доказательств. Давайте вспомним 90-е годы, когда масса женщин с инженерным образованием оказались невосприняты обществом. Посмотрите, сколько появилось новых женщин, которые прекрасным образом освоили бухгалтерский учет, дизайнерские. Открыли свои магазины, стали заниматься, не знаю, новыми направлениями. И тем не менее наши работодатели до сих пор считают, что женщина после 40-45 это, так сказать, женщина на закате. И она новых технологий, новых приемов ведения бизнеса, менеджмента освоить не может. Поэтому в данном случае я считаю, что женщины у нас являются жертвами вот этого социального стереотипа. И призываю всех женщин, которые нас слушают, доказывать самим своим тем, как они развиваются на работе, что на самом деле они к развитию готовы и способны. И тогда следующее подавать, конечно, и ничего не бояться, понимаете. И тогда мы облегчим жизнь следующим поколениям наших зрелых женщин, которые будут, будут и будут. Хорошо. А вот личные проблемы. Что это за проблемы, Наталья Снасовна? Да, личные проблемы – это самые больные. Их много, насколько множество. Значит, во-первых, это… Самое главное. Самые две главные, на мой взгляд. Давайте скажем, что даже при сохранении семьи, и при том, что муж не ушел налево, или достаточно мудрая жена считает, что к ней это не имеет отношения, две большие проблемы – переоценка своей роли как роли матери. Потому что в этом возрасте женщина из полноправной хозяйки своих детей превращается в тющу или свекровь. Это две очень тяжело усваиваемые роли. Потому что мы, деток наших, которых пестовали, сыночка нашего любимого вынуждены кому-то отдать и потерять часть влияния, существенную часть, правда, или девочку отдать буквально в другую семью. И опять-таки утратить вот эту тесноту, вот эту близость связи. Это колоссальная перестройка. И даже если сыновья или дочери не вышли замуж, не женились, но они уже встали на позицию, когда говорят, мать, ну да, руководи в мелочах, как говорил герой одного фильма. Руководи в главном. Это хороший вариант, да? А некоторые же говорят, вообще перестань руководить. И, конечно, женщины теряются. Очень многие теряют в этот момент личностную идентичность. То есть они не могут перестроиться и начать относиться к своим взрослым детям, сохраняя интерес к ним и сохраняя своё влияние. И поэтому скатывают свою жизнь. Наверное, это когда у тебя, знаете, как происходит? Если такая же женщина всю жизнь занималась детьми и семьёй и мало уделяла времени себе, своему развитию, то, конечно, к этому моменту она непременно придёт вот к этому кризису. Конечно. Правда же? И перейдёт в роль кого? В роль обслуги. То она была воспитателем собственных детей. Она какая главная страшилка этого возраста? Стать обслугой неуважаемой. Ведь очень многие женщины превращаются в служанку взрослых детей. И требовать или придумывать себе вот эту нужность, которой раньше было много, а теперь её стало значительно меньше. И это большая проблема, конечно. Колоссальная. Вторая проблема – это то, что в это время женщины сталкиваются с тем, что её свекровь и её мама, и её папа, и её свёкра состарились. И теперь из помощников превратились в большой объект заботы. И это достаточно сложно, потому что у нас очень часто и взрослое поколение прародителей не готово адекватно воспринять помощь. Конечно. Там же свои кризисы. Там свои тараканы в голове, что называется. И поэтому вот в смысле личной сферы – это вот две глубинные проблемы. Как превратиться из доченьки для своей мамы в опекуна собственных родителей? И как из опекуна детей превратиться в партнёра, который будет им интересен? Да, это очень важно. У нас ещё один звонок в студию. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Мы вас слушаем. Алло. Ой, сорвался звонок. Тогда продолжаем. Перезвонят нам телезрители. Хорошо. Это две самые важные проблемы, конечно же. Особенно если родители... Ну, конечно, есть третья. Безусловно, давайте её упомянём. И, конечно, очень часто в этом возрасте претерпевает кризис супружеские отношения между мужем и женой. Почему? Потому что, безусловно, тот жар страсти, который пылал, он зачастую просто невозможен физиологически и по состоянию мужчины, и по состоянию женщины. И очень часто, так сказать, мужчина и женщина не находят вот тех средств, которые возбудят интерес друг к другу на какой-то, на новом уровне. Так что вот три главных сферы проблемных в жизни женщины зрелого возраста. Мне показывают операторы, что всё-таки дозвонились наши телезрители. Пожалуйста. Алло, мы вас слушаем. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня смотрю с удовольствием вашу передачу. И вы как раз сейчас затронули вопрос на тему свекрови. У меня в жизни вот такая ситуация сложилась. Несколько лет назад от моей свекрови мы живём вместе с мужем, и вот с ней в данный момент от неё ушёл муж. И после этого, вот она как совсем изменилась, у неё начались какие-то проблемы. Она постоянно срывает злость на нас, постоянно пакостит. В общем, стала... Раньше она была очень хорошей женщиной, а вот после того, как ушёл муж, прям совсем изменилась на глазах. И вот возможности переехать у нас с мужем нет, и мы от этого страдаем. Вообще семейная жизнь у нас рушится. Вот посоветуйте, пожалуйста, что как, может быть, с ней как-то можно совладать, что-то сделать в данной ситуации. Спасибо. Спасибо. А сколько свекрови лет? Сколько вашей свекрови лет? 55. 55. Спасибо. Здесь это кризис зрелого возраста или вот такая трагедия в жизни женщины? Или совпадение того и другого? Ну, все живы, поэтому драба, к сожалению, она воспринимает как трагедию, она сама себя хоронит. Ситуация, безусловно, непростая, но, видите, это женщина, которая не умеет любить ни себя, ни своих детей. Это женщина, для которой центром её вселенной всегда был мужчина. И это женщина, которая опять-таки находится в плену такого стереотипа, что женщина без мужчины буквально недочеловек, не имеет права на собственные интересы, она сама себе неинтересна. И поэтому, смотрите, как печально, она и сына, и невестку не умеет любить. Она себя заживо хоронит, она считает, что она никакого смысла в жизни найти больше не может. Что бы я посоветовала невестке? Во-первых, хочу ей сказать, что ситуация реально очень тяжёлая. Я видела женщин в этом состоянии похороненности заживо, когда ничто не интересует, и это даже такая озлобленная, я жертва, и не говорите мне, что я не жертва. Поэтому главный вообще совет, пожалуйста, живите так, как будто бы ваша свекровь в этом состоянии не пребывает. Но ведь смотрите, может быть, конечно, можно понять женщину в 55 лет, муж ушёл, практически жизнь кончилась, наверняка она не видит своего будущего с другой мужчиной, потому что это очень сложно в нашей стране. Так вот вы видите, вы как раз мне предлагаете версию, которая предполагает, что таки без мужчины жизни полноценной быть не может. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что человек рождается один и уходит в мир один, и весь интерес к миру в нём самом, какие бы замечательные партнёры по жизни не окружали его. Конечно, поэтому всё-таки жизнь без мужчины и в 55 лет возможно, в любом возрасте не просто возможно, а может быть исключительно интересной. А 55 лет, я считаю, что это вообще возраст замечательный. Почему? Дети выращены, вышли замуж уже, поженились, правда ли? Да, мне мама всё время рассказывала случаи из её жизни, когда она идёт со своей подругой, и где-то там бегу я, и сын этой подруги, и подруга говорит, спрашивает у мамы, Зоенька, вот ты им завидуешь, молодым? Мама так посмотрела недоумённо, говорит, а я тебе хочу сказать, что я нет. И мама спрашивает, а почему? Мы-то их уже вырастили, а они своих нет, понимаете? У нас ещё один звонок в студии. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Так, есть звонок или... Да, мы ждём. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы нам звоните? Это Воронежская область. Очень приятно. Я хочу задать такой вопрос. Да, мы слушаем вас, пожалуйста. Значит, как себя правильно оценить со стороны? Вот такая проблема, как бы внешне старишься, а внутри ещё молодой. И очень страшно выглядеть молодящейся старухой. И вот у меня, например, споткнулась с такой проблемой. Я начинаю смотреть свои фотографии, и я понимаю, что я внутренне и внешне уже не соответствую. Не соответствуете чему? Мой внутренний, как бы внутренне я моложе выгляжу, чем внешне. И это ужасно страшно. Вопрос очень понятен. Вы знаете, я хотела бы сказать, что... А вы знаете, можно я перебью, Дальфа? Обычно, если человек себя внутри чувствует молодым, то это и наружу выходит. Ведь что внутри, то и снаружи. Я думаю, что женщина наверняка недооценивает. В частности, что очень часто, и наверняка она видит это у нас на экранах, что женщина настолько молодо себя чувствует внутри, что по внешним своим проявлениям кажутся карикатурами на себя молодых. Что они не умеют показать, что они остаются интересными по-другому. Ведь можно действительно нарядами своими выглядеть нелепой. И я хочу сказать, что вот этот вопрос, а как не потерять с одной стороны молодость, и с другой стороны не превратиться в карикатуру женщины, которая усиленно скрывает свой возраст. И я бы сказала, что здесь два совета. Первое. Вы никогда не будете выглядеть так, как вы выглядите на тех фотографиях, где вам 18 лет. Поэтому себе скажите, я была хороша, и это замечательно. Сделайте свою фотографию сегодня и найдите то, чему вы можете порадоваться сегодня. Это первое. И второе. Конечно, возраст предъявляет требования к чувству вкуса и меры. И то, что безвкусие, которое можно простить в молодости, не прощается в зрелом возрасте. Поэтому совет такой. Уделяйте своему гардеробу и своим манерам больше времени, чем вы делали это раньше. И сопоставляйте. Большая проблема – это чрезмерное старение наше. Когда вдруг мы отказываемся от каблуков, тогда, когда еще можем не отказаться от каблуков. И очень важно – найдите себе модель для подражания. Вот найдите себе актрису, телеведущую этого возраста и сделайте из нее объект для подражания. Это очень-очень полезно. Замечательно. Ну, кроме того, есть как бы биологический возраст, да, а есть психологический. Видимо, женщина говорила об этом. Она внутренне чувствует себя молодой. И вообще-то мне кажется, что это замечательно. Прекрасно. И я думаю, что она немножечко лукавит, что якобы вот она внешне выглядит старше значительно. Если она чувствует внутри себя молодой, дорогая наша телезрительница, наверняка вы и внешне выглядите неплохо. И наверняка моложе своих лет. Поэтому, ну что, просто ухаживать за собой, следить и как-то привести это в единое целое, да, вот в гармонию вот это вот, вот эти свои чувства. Да, и помнить, что женщина, которая за собой ухаживает, всегда выглядит моложе своих лет. Как всегда. Конечно. Еще один звонок в студию, и мы будем заканчивать нашу программу. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы звоните? Мне хотелось задать такой вопрос. Откуда вы звоните нам? Хабаровский край. Очень приятно. Пожалуйста. Можно рожать детей 43 года. Спасибо. Спасибо. Уже не взрослых. Но вы знаете, это же такой вопрос. Безусловно, можно. Просто нужно очень осторожно относиться к беременности и сделать генетические тесты. Все то, что советуют врачи для того, чтобы избежать патологий плода. А вообще, так сказать, мы сейчас знаем, что фертильный возраст женщины очень сильно увеличился. Да, он продвинул, что, наоборот, стали же позже рожать, и, соответственно, и дольше. И поэтому этот вопрос, можно или нет, если медицинских противопоказаний нет, то, конечно, можно. И поздние дети, поскольку это осознанные материнства, это огромная радость. Мне кажется, они продлевают молодость. Безусловно. И женщины... Сплачивают семью. Да, сплачивают семью. Продлевают молодость. И поэтому мне-то кажется, что не просто можно, а даже и нужно. Даже и нужно. Мы заканчиваем нашу программу. Осталось буквально несколько минут. Вот в 45 баба ягодка опять, Наталья Васильевна, почему такая поговорка? Какая подоплека под этой поговоркой психологическая? Подоплека могущественная. В 45 женщина становится абсолютно свободной. Она становится свободной от пелёнок, распашонок, даже от плиты. У неё столько навыков. Она тот борщ, который готовила час, теперь за 15 минут. Она становится влиятельной. У неё гораздо меньше страхов. Поэтому, конечно, ягодка. Конечно, ягодка. И надо нам всем это помнить. Причём это ягодка, которая не только в 45, и в 55, и в 60. Главный совет, рекомендация нашим женщинам в заключении программы. Что нужно сделать, чтобы оставаться даже в зрелом возрасте молодой душой? Для того, чтобы всегда оставаться молодой, нужно начинать оставаться молодой с молоду. То есть нужно с молоду очень чётко осознать, чего вы в жизни хотите. То есть цели. Цели чётко поставить на любой возраст, проследить свою линию жизни. И тогда вы станете мастерицей собственной судьбы. Во-вторых, никогда, ни при каких жизненных обстоятельствах не впадать в ситуацию жертвы. Жертва – это человек, который собственные интересы не осознаёт и ими пренебрегает. Не существует жизненных обстоятельств, где можно было бы пренебречь собственными интересами. И это не призыв к эгоизму, это призыв к осознанности своих интересов. Милые женщины, вы должны знать, что вам нравится, что вы хотите делать. И отстаивать своё право. И не говорить себе, ах, потом я пойму, какие цветы мне нравятся и какие духи я хочу нюхать. Не бывает. Потом не бывает. Только сейчас. Спасибо огромное, Наталья Фанасьевна, за сегодняшнюю беседу. Дорогие друзья, мы сегодня говорили о зрелом возрасте. Дорогие женщины, следите за собой, потому что в 45 действительно бальзаковский возраст – это полная свобода для женщины, которая позволяет, наконец-то, нам заняться самими собой, нами любимыми. Поэтому помните об этом. А ещё о том, что из любой ситуации всегда есть выход. И в этом вам поможет Нить Ариадны, ваш надёжный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания, до встречи через неделю. Обязательно будьте счастливы.